Более 100 тысяч квадратных метров площадь Федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии сравнима разве что с космодромом Восточный. Это единственный комплекс замкнутого цикла ядерной медицины в стране. Здесь будут представлены все имеющиеся на сегодня методы диагностики и лечения. А пока масштабная Димитровградская медицинская стройка выходит на финишную прямую. В целом строительно-монтажные работы по центру выполнены на 95%. С ходом работ накануне ознакомились губернатор Сергей Морозов и глава Федерального медико-биологического агентства России Владимир Уйба. Все должно быть выполнено в срок, в части наших обязательств перед ФРБ, перед МИФИ, чтобы здесь не было никаких у нас даже малейших попыток срыв срок. Во-вторых, надо сделать так, чтобы люди, которые будут пребывать на территории региона и города, чувствуют себя здесь максимально комфортно, чувствуют, как мы говорим, как дом. Кроме самого центра, к завершению подходит и строительство жилья для будущих работников. Создать комфортные условия для служащих региональным властям поможет Министерство здравоохранения Российской Федерации. В этом году на решение жилищных проблем сотрудников центра будет направлено свыше восьми сотен миллионов рублей. В этом году 840 миллионов деньги также в бюджет заложены, в этом смысле правительства. И Министерство здравоохранения полностью свои обязательства выполнили. И сейчас наша задача с Сергеем Ивановичем, с руководством города, уже выйти на финальную стадию, проведя конкурсные процедуры, переходить уже к приобретению жилья и дальше к распределению его пола нашим специалистам. В самом радиологическом центре завершаются пусконаладочные работы, механическая сборка центра протонной терапии, подключение питания и сетей управления. В комнате управления циклотроном, к примеру, работа кипит круглыми сутками. Специалисты испытывают и проверяют все системы. Перед Новым годом было выполнено индивидуальное опробование. Имеется в виду, что каждый элемент комплекса был проверен, испытан, подтверждена его работоспособность. Сейчас проводится комплексное опробование, когда все элементы объединяются в одну большую систему, настраиваются и проверяются на функционал, на работоспособность, на то, как они работают все вместе. Все работы должны быть выполнены к 2019 году. Ввод в эксплуатацию будет проводиться поэтапно. При выходе на полную мощность протонный центр сможет принять 1200 человек ежегодно. Анна Тищенко, Новости Ульянской правды.